Потерялся мальчик, приблизительно где-то 14-15 лет. Был одет синяя курточка, вроде бы как пошел за грибами и пропал. Потерянный ребенок – одна из самых сложных категорий в поиске. Это волонтеры Красного Креста знают хорошо. Подростковое поведение не системно. В страхе дети не знают, что делать. От этого и происходит большое количество ситуаций. Получив вводную, группа немедленно выдвигается на поиски. Впервые приняли участие в поисках Максима Мархолюка в Гродненской области. Это вообще бездорожье, в принципе, леса. Это все, это природа. Это наша стихия на бездорожье, на внедорожниках, на квадроциклах. Ну и нужна была помощь, поэтому мы откликнулись. Все, что мы могли, все помогли. Хотелось бы, конечно, чтобы это приносило тоже результаты. Но, к сожалению, знаете, что вы не нашли мальчишку. Ну и по первой команде, по первому золу мы по возможности все откликаемся. Все приезжаем на помощь. Ситуация, созданная правоохранителями и волонтерами, к счастью, смоделирована. Милиционерам тренировки по поиску пропавших в лесу не новые. Это дело регулярное. Что же касается волонтеров, то такого рода учебные задачи поисковой отряд областной организации Красного Креста уже пробовал выполнять. Задания они проходили в столице в рамках международной школы. Все эти люди – представители разных профессий, имеющих главную цель – помогать тем, кто оказался в беде. Я уже, скажем, довольно-таки возрастной член отряда. Вот. И, ну, есть свободное время, почему не помогать, почему не быть полезным, скажем так, обществу и Красному Кресту. Наши волонтеры обучены навыкам оказания первой помощи, обучены психосоциальной поддержке, навыкам оказания психосоциальной поддержки, обучены работе с оборудованием, которое предназначено для отряда быстрого реагирования и обучено поиску. Параллельно с пешими поисковиками работали волонтеры на внедорожниках. Они также объезжали указанный квадрат по периметру. И поиски дали результаты. На одной из полян был обнаружен потерявшийся подросток. Он был уставший, испуганный и практически без сил. В таком состоянии и находят потерявшихся, как правило, детей и пенсионеров. В период, когда сезон пик тихой охоты, грибы, ягоды, практически ежедневно поступают сообщения о фактах без и пропавших людей, которые заблудились в лесах Брестской области. Поэтому такие учения, такие пошаговые мероприятия говорят о том, чтобы нам оперативно, быстро, в течение короткого времени человека найти и оказать ему помощь. Поэтому эти учения, они нужны. Сотрудники милиции, в том числе и с добровольцами, с волонтерами, отрабатывают именно те знания, навыки, которые позволяют быстро человека найти. Правильно спланировать свое пребывание в лесу – одна из главных задач для человека. Кроме атрибутов для тихой охоты, стоит подумать о яркой одежде, запасе еды, питьевой воды и, конечно же, средстве связи с заряженным мобильным телефоном. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щербат, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.